Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Вообще называют крахом вступления закона в силу. Эти два игрока занимают половину рынка гражданиного оружия. По экспертным оценкам, рынок этот составляет около 150-180 тысяч единиц в год. Вятскополянские заводы, по утверждению их руководства, продают по 3-3,5 тысячи в месяц. Программа Экономика. Доллар будет стоить 70 рублей. Такой курс в следующем году ожидает увидеть исполнительный директор компании Ажофинанс Константин Кропанев. В следующий год там идут довольно большие выплаты наших российских компаний по погашению валютных долгов. Соответственно, чтобы гасить валютные долги, компании будут вынуждены где-то эту валюту брать, покупать. То есть опять увеличится некий спрос на валюту. Но также я опять же считаю, что скорее всего нефть дальше расти вряд ли будет. То есть она будет корректироваться, что также может привести к определенному снижению российского рубля. Также эксперт в июле-августе этого года ожидает роста доллара на 2-3 рубля. Экономика на 101 ФМ Фермеры получили гранты на развитие более чем на 87 миллионов рублей. Они стали победителями конкурсов среди начинающих фермеров семейных животноводческих ферм и кооперативов. Всего участников было 36, большинство начинающие аграрии. Из них 21 получили гранты в среднем по 1,5 миллиона рублей. Из пяти участников семейных ферм отобрали 4. Каждая из них получит примерно по 11,5 миллионов. Среди кооперативов участник был один – звезда из Пижанского района. Ему достался грант в 10 миллионов 700 тысяч. В следующем году грантовая поддержка фермерских хозяйств и кооперативов за счет бюджета будет продолжена. К другим новостям. Половина компаний-должников по зарплатам, почти банкротые кировские предприятия по данным трудоинспекции на 1 июня, задолжали сотрудникам более 153 миллионов рублей. Всего должников 39. Восемь из них находятся в стадии конкурсного производства. К примеру, ВятЭнергомонтаж, Эликоны, МОПВДКанал. Еще 9 компаний в стадии банкротства. Среди них Кирово-Чебецкая птицефабрика, Птицефабрика Костинская, Белохолминский маш-стройзавод. Долги каждого из них – порядка 10 миллионов рублей. Остальные предприятия намерены погасить долги в течение июня. Программа «Эхономика». Вятич запустил новый завод по производству кваса. Церемония состоялась 12 июня в рамках празднования Дня пивовара. Новый завод с объемом выпуска 600 тонн в сутки является одним из самых мощных по производству кваса в России, отмечают в компании. Студентов карьера интересует больше, чем деньги. И к такому выводу пришли эксперты компании Headhunter. По ее данным, 73% молодых специалистов в Кировской области больше всего интересует наличие в компании карьерного роста. Под ним кировчане понимают возможность занять кресло директора. Зарплата оказалась на втором месте по значимости. Она волнует 55% соискателей. Напоследок несколько цифр. Три года подряд снижаются реальные доходы россиян, заявил на петербуржском экономическом форуме Алексей Кудрин. 32% составляет рентабельность организации в сельском хозяйстве. Это самый высокий показатель в Кировской области. 20 миллионов рублей составит минимальная сумма инвестиций, чтобы предприятие могло получить льготу по налогу на имущество. И о валютах доллар на сегодня 65.86, евро стоит 74.25. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.